Разместить рекламу на Алифтв проще, чем вам кажется. Напишите прямо сейчас на нашу электронную почту, и с вами свяжется наш представитель. Не тратьте время и деньги на пустые обещания и сомнительные авантюры. Наши специалисты помогут вам подобрать идеальный рекламный пакет, который будет нацелен на эффективный результат. Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. Отказ от доллара и создание исламского мегабанка, укрепление сотрудничества в исламском мире. Глобальные последствия пандемии коронавирусной инфекции, усилия для поддержки палестинских, араканских, йеменских и сирийских беженцев – основные темы, которые обсуждались на 10-м саммите лидеров «Исламской восьмерки» 8 апреля. Как пишет агентство Анадулу, саммит прошел под председательством Бангладеш с участием президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. В ходе мероприятия президент Турции Реджеп Таипа Эрдоган призвал мусульманские страны к созданию Всемирного исламского банка. По мнению президента Турции, данный мегабанк может действовать на онлайн-платформе и покрывать растущие финансовые потребности исламского мира, пишет «Голос Турции». Кроме того, Эрдоган выразил уверенность в том, что переход к торговле в национальных валютах обеспечит защиту государств от рисков, связанных с манипуляциями на валютных рынках. Финанс-курумlarının ликвидите ihtiyaçlarını и мусульман-гоорапиянın артан altyapı финансman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak и онлайн-платформа-дайalı bir ислам-мегабанк fikрinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz. Глава турецкого государства привлек внимание к глобальным последствиям пандемии коронавирусной инфекции. На сегодняшний день из-за короны скончались 3 миллиона людей по всему миру. Он заявил, что вакцина от коронавируса турецкой разработки находится на стадии испытаний. Мы руководствуемся принципом охвата вакциной каждого человека. Наша вакцина будет доступна всему человечеству. Кроме того, Эрдоган призвал страны D8 поддержать беженцев. Мы также должны приложить усилия для защиты сирийских и палестинских беженцев, араканцев и йеменцев, которые борются с угнетением и бедностью. По итогам саммита лидеры приняли дорожную карту сотрудничества на предстоящие 10 лет. На первом этапе главным приоритетом для стран станут реализация проектов в сферах торговли, промышленности, туризма, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики и транспорта. Организация экономического сотрудничества восьми развивающихся исламских стран D8 – это объединение таких стран, как Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция. Организация была создана по инициативе экс-премьера Турции Ниджамиттина Эрбакана в июне 1997 года. Продолжение следует...